Добрый день, друзья! Эдемский сад на отдыхе, и это Черноморск. Редактор субтитров А.Семкин Мы наконец-то приехали. Вот в таком домике мы будем снимать квартиру на четвертом этаже. Сейчас проходим в подъезд, поднимаемся. Друзья, открываем квартиру. Давайте смотреть. Пахнет свежестью. Разбугаемся. Такой шкаф. И вау! Такая роскошная кровать большая. Такая полочка. Смотри. Красивенько все. Смотрите, какой балкон. Вид из окошка. Уютненько. Все чистенько. Ой, какой большой. И вот это, по всей видимости, вход в кухню. Мы хотим немного прогуляться с вами по этому чудесному городу и поделиться его красотой и уникальностью. Возможно, вы уже не раз здесь бывали, возможно, нет. А может быть, вы проживаете в этом городе. Приглашаем. Черноморск, бывшее название города Ильичевск, находится в Одесской области на юге Украины, на побережье Черного моря, в 20 километрах от Одессы. Население города превышает 70 тысяч человек. Город представляет интерес как для украинского, так и для европейского бизнеса. Он входит в пятерку наиболее перспективных городов Украины. Черноморск относительно молодой город, но, несмотря на это, он очень красивый и чрезвычайно чистый. Приморская зона города прекрасно обустроена для проживания и отдыха. Здесь находятся парки, туристические достопримечательности, пляжи, водная станция, многочисленные базы отдыха. Город спроектирован компактно и удобно. Транспортные развязки соединяют между собой торговые центры, места отдыха и жилые районы. Широкие, ухоженные, утопающие в зелени улицы. На площади парков, скверов, зеленых зон Черноморск занимает одно из первых мест среди городов Южной Украины. В городе есть все для комфортной жизни – супермаркеты, магазины, рестораны и кафе, аптеки, финансовые учреждения, больницы, школы, детские сады. В 2011 году над городским пляжем был поднят голубой флаг, как символ получения международного сертификата экологического качества пляжей. Этот пляж – единственный на Украине, получивший голубой флаг и является муниципальным. Протянувшиеся на 12 километров вдоль моря пляжи поддерживаются в чистоте и порядке. Это говорит о том, что прибрежная зона соответствует всем нормам благоустройства, сервиса и чистоты. Все для здорового и полноценного отдыха – отели, парки, детские площадки, скверы, фонтаны, водоемы, стадионы, дворец спорта, плавательный бассейн и кинотеатры. Продолжение следует... Продолжение следует... Приморский парк – это особый ландшафтный эксклюзив. Парк напоминает собой многоярусный экваториальный лес и создает эффект некоторого оазиса в городе. Парк относительно молодой и высажен и спланирован таким образом, что его аллеи проходят вдоль побережья Черного моря и центрального пляжа. Продолжение следует... Купили креветочек. Мы за четыре дня отдыха прошли, я не знаю, сколько километров. Очень активный отдых, насыщенный. Мы каждый день входим туда-назад. Спуск к морю по лестнице, подъем. Плюс мы снимаем жилье на четвертом этаже, тоже вверх-вниз по несколько раз. Хотя стабильно три раза в неделю занимаемся в спортзале. И все равно икры болят. Ноги немножко устают в вечер. Но я думаю, это на пользу всем нам для здоровья. Приморский парк – это ухоженное место для отдыха с семьей. Для детей большой выбор развлечений, детские игровые площадки, качели. Свежий морской воздух с запахом цветущих растений, аллеи с розами. Множество зелени. Приморский парк берет свое начало у элегантной белой колоннады. И тянется вдоль побережья, гармонично обрамляя его. Друзья, посмотрите, какая красота. Мы направляемся сейчас из Черноморска в сторону Санжейки. Пляж Ветеран. Сейчас спустимся, попробуем водичку. Здесь покупаемся. Здесь довольно мало людей, потому что во всем Черноморске просто негде положить покрывало. Очень много людей с детками, пожилых людей. Невозможно просто купаться в море. Море переполнено туристами. Сам город Черноморск находится вот там, вдалеке. А здесь как бы такая дикая природа. И briка. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы направляемся сейчас в соляную комнату. Сейчас покажем, расскажем, что это из себя представляет и обязательно поделимся своими впечатлениями. Сказали одеть бакиры и помыть крючки. После этого пустят на процедуру. Присаживайте вверх в комнату. Соляная комната. Здесь уложено 7,5 тонн соли. Как бы ни казалось это парадоксально, но это факт. Соль на стенах. Самая главная нагрузка, самая интересная и самая важная соль это необработанная клыба. Почему? Потому что здесь установлен игольчатый ионизаток. Сверху кассета с морской солью. Значит, ионы выбиваются с морской соли. Ионы, ионы с кассеты с морской соли выбиваются ионы натрия и хлора. И они двигаются под действием вот этого вентилятора, который стоит, летают здесь. Вы будете вдыхать ионы натрия и хлора. Что это дает? Здесь почти стерильная обстановка. Для тех, у кого часто болеющих людей, улучшаются процессы кровообращения и все остальное. Для аллергетиков, как мы говорим, мы аллергии не лечим, но мы облегчаем ее. Почему мы ее облегчаем? Потому что пока вы здесь находитесь, вы получаете передышку. Организм ваш получает передышку, и вы начинаете бороться с этой энергией. Дышите спокойно и получайте удовольствие. Не важно, как вы будете дышать. Что еще? Значит, очень хорошо она действует на нервную систему, слегка снижает давление. Вот сегодня вы здесь побудете, потом меня завтра утром вспомните. Или, если вы придете завтра, скажите мне, как вы спали ночью. Как правило, все очень хорошо себя чувствуют, успокаивается нервная система. Организм начинает перестраивать. Через 40 минут будет звуковой сигнал, значит, процедура закончилась. Наслаждайтесь жизнью. Спасибо. До свидания. Уже запах какой-то пошел. Слышишь? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, какая-то ярмарка здесь благотворительно. Раздают еду? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok А мы поехали дальше. Скоро увидимся! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok